Интел Челлендж Интел Челлендж Интел Челлендж Интел Челлендж Интел Челлендж Интел Челлендж Уж скифта точно все знает И точно все мне может рассказать Потому что HLTV, вот где у нас На HLTV указано HLTV2 в RegimesNet 27.098 Это HLTV пока что каких-то других команд Но может быть переключат А, вот сообщение Teams о Steel Searching А сервер, вот это да Та, где подарки В Что, какие подарки Merry Christmas, Йо Хо Хоу На Новый Год будут Да, там какие-то другие Левые играют, ну спасибо Лапуа Магну Мужик, я тебя сейчас забаню Потому что ты срешь всем HLTV, которое и так может Любой человек зайти на HLTV Work и взять А, да, точно забаню Видимо человек неадекват Так Ну а вторых, там не те команды играют Ну, сейчас пацана оформлю А потом, ребята, к вам вернусь Все, вернулся я к вам Оформил пацака А, зомби фермы, подарки Где зомби ферма, где подарки Где зомби ферма вообще Тут, 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 тут Не, я сейчас начну зомби ферму Вообще вам показывать Это будет просто вынос мозга Поэтому, поэтому Сейчас не до этого Так, сообщение от деньги О боже Уже там, уже там Хорошо Уже там existence Переподключаемся Что у меня тут в подарках? О, принять, принять Отлично Отлично мне сегодня Ой, вот это не надо принимать Эту продать Оп И Таффа висит Ну, замечательно Такое розовое Замечательно все розовое И замечательно У Таффа отключился Отключилась мышка Вообще Я просто люблю Стелсерию Люблю и обожаю Да, заходит Заходит, наконец-то команда Сейчас я поправлю флаги И все остальное Мне просто нужно включить мышку Которая Ой-ой-ой Не тот профайл Не включила GamePending Не, матч должен быть с матчем Я вижу Deadass Нет, уже не Deadass 2 Надеялся увидеть Deadass 2 Но сейчас увидим Какая будет на самом-то деле По правде карта Ух, какой буфер Инферно Ну, тоже неплохо Ждем буферинг После этого я уберу Белые все полоски А это такое бывает На чейндж-левелах Когда HLTV Переподключают Так, все Спасибо, хакер Мне тоже отписался Тафф, чем плоха Х7? Не знаю, чем плоха Х7 То, что это Х7 Вот чем она плоха Не знаю, сколько я ее не пробовал Неудобно Неудобно Не нравится Все коряво Поддергивался у меня прицел Для меня Все-таки Единственная мышка И неповторимая Конечно, их есть две Microsoft 1.1 Там два варианта Двухкнопочная Четырехкнопочная И второй вариант Это мышка LGT CMX300 Ну, таких вы уже Не найдете, наверное На, магическая кнопка И так работает Ну что, ждем буферинга Можно уже Прописать мне тег Сразу Tao, например Ну и ждем испанцев Тег у меня уже Испанский есть Поэтому Нам нужно Только дождаться Пятого игрока Так Ну что, друзья Вообще Про этот матч Какие слова Можно сказать Кио Кен Хали Сейзет Ватти И Был человек Николас Сталмундером Ну решили так Хорошо Будет Мунер Кио Хали Мунер Сейзет И Ватти Такой состав Хорошо Значит будет Такой состав Ну тут Угадайка Такая про команду Tao Кто на самом деле Играет А может быть И правда Все на самом деле Играют Это могут только Сказать Те люди Которые Знают Команду Поближе Ну Нам Нам нужно Чисто дождаться Рестарта На эту встречу И уже Наслаждаться Игрой на Инферно От команды Tao Я надеюсь Что мы все-таки Будем наслаждаться Этой игрой А не плакать И Вот как только что Допустим Играли финны Прими дружбу Плиз Мужик Не могу Никак Сколько тебе лет Вконтакте Посмотри Сколько лет Там написано А то забаню Таф Перешел на другой стрим Нет На один день Ребята На один день Перешел на другой стрим Завтра Все будет На On3D А вернется О великий Олег По велителю On3D И все Нам запилит И починит И поставит на место У нас на Дублин Сейчас кидает Которую я не очень люблю Должны мы через Амстердам Страшно Или Германию Ну раньше был Амстердам Мне очень нравилось Стримить через Амстердам Вы не поверите Вообще аж Аж дух захватывал А сейчас Будет Германия Будет все хорошо Никих лагов не будет Но для этого Нам нужно дождаться Главного человека On3D Который вернется завтра Ну и все По-моему Все на сервере есть Мы можем начинать Эту встречу Экзистенс против ТАО Первый матч В группе для ТАО Второй для Экзистенс Мы смотрели Как они первый матч Сегодня продули Ну и Что можно сказать ТАО В принципе Сейчас будут Такими довольно Неожиданными ребятами И вот какую игру От них ожидать Я даже не знаю Я просто не могу понять Что вообще На что рассчитывать Знаете такое ощущение Что парни играют Знаете там Мидл Там банан Ну довольно активно Все перестреливаются Но на игру Это не похоже Нужно пора отдавать рестарты Да Пора уже Пора бы давать рестарты Пинг 47 47 46 56 60 Ооо Тут пинг будет большой У всех Играют видимо На немецком сервере Ну понятно Россиянам пинг большой У испанцев тоже Не маленький Ну А может быть и нет В принципе кстати Для испанцев Ну ладно Не будем гадать Так что пишут У кого-то У кого-то Этому парня Страну испанцев Испания Да все Замечательно Сейчас в испании Замечательно Жаб В принципе в украине Не хуже Я думаю Чем в испании Опа Ну, хотя непонятно, что это было вообще за страшный месседжер от сервера. Да, не хватает теперь одного игрока у Тао. Может быть, его так параллельно со мной тоже выкидывало. Ну, смотрим за разыгровкой, ждем начала матча и верим в победы Тао. Конечно, тут нашим командам будет тяжело. Вообще, что можно сказать? Можно сказать... Я даже не знаю, что это такое. Так, clear. Давайте заново попытаемся приконнектиться. Но вот не одно так другое. Конечно, супер замечательный вечер сегодня и вчерашний также. ВСГ будешь стримить? Ну, наверное, да. Кто его знает? ВСГ зимой вообще. Поэтому до ВСГ так и будет. Ребята, я один слетаю или нет? Напишите, кто-нибудь, кого-нибудь только что кикало или нет? Мне тут тоже очень интересно. Так. Благает, что-то кто-то, наверное, только проснулся. Мужик, тут сегодня будет такая... Такая судьба просто. Таффа гоу ко мне на дачу. Так. Так, что? Да. Ребят, кого-нибудь кикает или нет? Меня кикает. Ага, вижу. Да, выкидывает. Значит, не все. Эпик ЛТВ просто. Тут, по-моему, не только меня кикает. По-моему, здесь игроков команды Тау кикает по одному. Потому что их было... Вот сейчас четвертый подключился, одного еще выкинуло. Ну, давайте, давайте ждать, давайте смотреть, давайте читать сообщения, которые, кстати, мне пишут. Да, гуд все. Привет, Андрюхе и Сереге. Отлично, конечно же. Одессе маме и Хучу привет. Вот это замечательно. Мне это очень понравилось. Так, да, аэрокол будет вручать призы победителя Викторины. Не знаю. Вот это трудный для меня вопрос. Скоро, наверное. Ну и... Ну что, не кикает больше с Калпы? Не кикает. Замечательно. Все на севере. Замечательно. По-моему, мы сейчас начнем играть. По-моему, мы сейчас с вами, ребята, начнем играть. Вроде бы все подключились. Да есть же. Хорош. Таф, ты поздравил мне с днем рождения? Нет, к сожалению, нет. Таф, у меня девчонки на даче гоу ко мне. Так. А у меня Валя дома смотрит стрим. И поэтому получу я по шапке, если что-то отвечу. Верну, ребят, картинку. Давайте попытаюсь на всякий случай перезайти в Counter-Strike. Так. Чисто вот... Чисто теоретически может быть с этим проблема. Но мне кажется... Вроде бы писали, что не только меня выкидывает. С ХЛТВшки. Да, вот так вот. Я по-прежнему здесь, вы не переживайте. Я просто... Чтобы вот белого экрана у вас не было. В режиме софтвара у меня запускается Counter-Strike. Тоже такой вот эпичный ход. Какой сегодня замечательный день вообще. Ага, значит, это что-то с ХЛТВ было. Все-таки зря меня переподключили, потому что вон люди тоже матюкаются и пишут, что это... Что это было вообще? Что это было? Почему меня снова выкидывают? Почему меня выкидывают? Как так вообще? По-моему, в ХЛТВ, по-моему, что-то попутало вообще. Кого выкидывать в этом матче? Нет, действительно. Просто великолепная ХЛТВ. А сколько можно? Да езжешь. Верните на мою игру. Мы уже тут вводу пишем 20 минут и... Игры нету. Так, ХЛТВ. Попробуем. Попытка номер 2. Ай, извините. Тафа, забей эротику давай. Да в интернете ее полно, парень, вообще-то. Их столько сайтов. Всем пацанам с Франковска привет. Да что такое? Таф хотел дать... Нет, Таф ничего не хотел дать. Привет, чебурашки. Замечательный. Говорят, ура, уже 3 минуты не кихает. Ну... Это тоже достижение, если 3 минуты не кикает. Может, у нас уже игра пошла по крайней минуты, не кикала. Потому что, смотрите, здесь уже так... Ой, оп, оп, и все. И все как-то все тут на подкрадухах. Мне кажется, что уже пошел матч. Все. Мы можем с вами смотреть за игрой. Так, смотрим быстренько на счет. 3-0. Хо! Вот так вот. Да, есть же, наконец-то. Ну, вот, покикала нас ЛТВ. Началась игра. Но я надеюсь, что все-таки это игра. Минус от Хали. Минус сразу в нуле. Да, да, да. Это эко у испанцев. Да, отлично. Все. Инферно. То, что нужно. Единственное, по-моему... Что-то у них с картой. И Инферно, по-моему, тоже не очень все хорошо. По крайней мере, в начале. Главное, чтобы так и дальше. 4-0. В пользу команды Тао. Взяли пистолетку. Взяли первооружейный. И вот сейчас смотрим за продолжение этой игры. Да, будет девайс сейчас у Мусамбани и компании. И они попытаются как-то продавить Аплент. Ну что, друзья. Давайте смотреть за матчем. Уже там... Просто если читать наш чат, можно иногда сойти с ума. Иногда вот почему-то Аф такой неадекватный. А он читает чат Киберарена ТВ в группе Steam. Поэтому я туда сейчас уже просто одним глазом посмотрю. Поэтому давайте лучше за игрой посмотрим. Что, агрессивно в центре. В дым. В дымы выходят на центр 2 игрока. Сейчас АВП уходит в длину контролить. Вот и с Фамосом пытается... Ну, на всякий случай по отсадку проверяет в углу на ящик. Никто не залез. Отошел назад. Выход банан. Там Мунер минус. Сейзет минус Хе. Мунер с кольта. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая раздача на банане. Да есть же шиспансов. Изувечили. Изувечили у банана. Но Юркота наш парень. Может он сейчас... Может как раздаст сейчас Юркота всем. Давайте посмотрим за этим... За этим человеком. За этим игроком. Не самым плохим игроком команды Экзистенс. И в принципе... Ну, вот такая ситуация, что вряд ли он с Мусомбани что-то может взять. И та, возможно... Усилят счет в этом матче и сделают 5-0. Смотрим. Вот банан. Банан сработал. Минус 2. Ну, Мунер минус 4. Лаки подписался. Лаки Мунер. И минус от Сейзда с гранаты. Кио Кен 8-1 по статистике. И Мунер тоже 8-1 по статистике. Интересненько. Ну, вот так я могу вам добавить, ребят. Здесь вы видите КД игроков, а также соотношение фрагов с плюсом и минусом. Ну, пока... Пока, видите, Кио и Мунер лучше всех. 8-0 КД. Вот такой бы, конечно, рейтинг. Это бы просто жесть. Так, начинают... Снова всякие приколы давать. Тао выиграет с счетом 16-6 прогнозов. Ну, сейчас посмотрим, как выиграет Тао. Может быть, если все пойдет, выиграет уже 16-0. Ну, вообще, Тао очень дико начали, но обычно такое начало... Это проблема для команды, которая выигрывает иногда. Потом все из рук валится и не получается. Ну, для данного матча я имею в виду, что... Понятное дело, если команда выиграет 5-0, она может и до конца предвидеть. Я имею в виду, что все-таки Тао это бешеный аркадный микс. Трудно назвать командой. Хотя там были какие-то замены. Вот я не знаю. Вот сейчас, честно, не знаю, насколько правда все эти неки, которые есть на сервере. Все ли это парни или нет. Ну, если все, то здесь есть кому играть и есть кому обыгрывать испанцев. Сейчас посмотрим. 4 уже на Апленте, потому что Банан Халли контролит. И, в принципе, 4 игрока могут здесь быть. Испанцы просто халдят. Халдят, ждут. Непонятно, чего Сейзит ушел. Тоже непонятно, какой инфе. Ему надо возвращаться, потому что Халли контролит Банан. Какие-то гранаты, по-моему, раскидал Халли только что. Да, Сейзит что-то, по-моему, что-то раскидал. Либо примеривал себя, по крайней мере, куда бросать. Вернулся на Аплент. А выход все-таки на Халли будет. Выход будет на АП. Вот теперь этому парню главное не умереть. А он стоит так, что тут не умереть сложно будет. Оп! Какой молодчага! Ушел! Минус! Прыгает ХЛТВ. Уже убили уже на Б план. Ставится уже 4-2 ситуация. Смотрим. Сейзит минус. Да есть же последний Сиокер. Ну что ж. Ну, вот мне честно, в последнее время я не понимаю вообще о команде Existence. Не понимаю ничего. Все, что с ней связано. Вроде начали. Идеально сыграли первый групповой этап. Просто были монстрами. И, по-моему, вот еще с Дримхака хорошо парни... Ой, Дримхака. С Копенгагенских игр парни хорошо начали, хорошо шли. И все у них классно было. И вот тут начинается второй групповой этап. И команда сама на себя снова не похожа. Ну, непонятно, что там у парней. Может быть... Я вот, честно, не знаю, увидим ли мы испанцев на Дримхаке. Но мне кажется, что если парни не готовятся к Дримхаку, то... Понятно. Если бы они готовились к Дримхаку, то они должны были быть сейчас в идеальной форме. А не проигрывать по интернету Тау. Со всем респектом к Тау. Все-таки к такому турниру, как Дримхак, команда обычно очень долго готовится. Ну, непонятно. Ладно, смотрим. Минус от Верко. Первый фраг. Фёст фраг от испанцев. Выход панк. Быстро. Как Гами сносит вот, и бы ещё сносит пески. Малая отличная игра от Экзистенс. Ну и это первый раунд. Если Лаки Мунер и Сейзет сейчас не раздадут четверым. Слева нет. Мусамбани минус Мунер. Последний остаётся у нас Эйзет. И, ну, шансов у этого парня не много. Так, что мне тут ещё? Какой спам пришёл пока что? Сейчас спрашивают про Скорбот, про Худ. Ну, это мы сами делали, поэтому могу подсказать. Не могу ничего подсказать. Мы заказывали. Людям. Добрым людям. Нигде не скачивали. Такого, наверное, в интернете выскочить пока что не можете. Ну и 6-1, ладно, возвращаюсь к игре в пользу Тао. Тут, конечно, такой, знаете, довольно опасный раунд был со стороны вот испанцев. Там Гамми так залетел. Классно, классно раздалось. Сможет ли он так дальше пропираться? Либо нет. Вся команда сейчас с флешками была долю секунды у команды Тао. Вышли бананы, вышли центр. Дали дым на центр. И Мунер и Сейзет выходят на банан. Снова поджимать будут. Как и в том раунде, когда они классно отыграли. Прошив, по-моему, пока не срабатывает. Все соты у испанцев. Мунера немного покоцали на банане. И он также уходит еще с банана. Посмотрите, подсадка на ящик будет 2D на 7. Подсадка в дом со стороны атаки уже. Секр тут с кем-то, с Мусамбани уже подсадил. И Сейзет четвертым перетягивается. Ну, на Халис АВП. Ну, в принципе, при таком раскладе должно все неплохо получиться. Ну, сейчас увидим. Сейчас увидим. Мусамбани в доме. Ну, явно сплит А намечается. Ковры плюс мидл, наверное, ковры плюс 7. Может быть, кто-то пойдет еще 1 на 5 разводить. Но пока мы видим, что двое на ковры собираются. Мусамбани в доме сейчас Гами придет. А Хирос будет давать флешки. Ну, по крайней мере, пока он дает дым. Закрывает сейчас пятерочку. Смотрит банан. И сейчас он должен дать флеш на выход Мусамбани из дома. Он ее решил... Ой-ой-ой. Он ее решил... Он дал ее пескам. Мусамбани выходит. Сейчас Мусамбани может умереть. Здесь дымы по отсадкам. Мусамбани минусует. Хирос умер от Киокена. Пошли ковры под эту флешу. Такую запоздалую. И планте. Минус отводьте. Его разменяли легко. Там малые должны уже агрессивно играть. Это Сейзит и Хали. Сейзит в план вошел. Сейзит вошел в план. Посмотрите. Их, какой минус. Как он засчитал. Сиокру прикольно. И теперь могут выбить 3 в 2. Большинстве. Большинстве россияне и Песках. Тюрко Мусамбани на 7. Мусамбани делает минус Хайя. Минус Сейзит. Он уже так жал. Знаете, он понимает, что он умирает. Но думал, может быть, пулю-то заставлю. Засчитаю. Нет. Мунер. Мунер против двоих. Легко Мусамбани с ним справляется. 6-2. Но и игра обещает быть, наверное, все-таки интересной. Испанцы. Испанцы собираются с силами. Так. Последние результаты. Команды Тао. Обыграли поляков Максово Плей. 16-10. Ничья с Миллениумом. 15-15. Мунка. 16-13. Тао обыграли финнов Мунку. Они же Эксела, которых мы не так давно видели. Обыграли Максово Плей. Обыграли Миллениум. По-моему, еще раз до этого обыграли Мунку. Там, по-моему, 5 побед, 1 ничья. По-моему, такой результат был бешеный у Тао. Вот у испанцев. А у них победа над Лайонс. 16-0. Непонятно. ТП. 3 победы над испанскими командами. Со счетом 2-0 по картам. Это какой-то испанский турнир. И поражение ТСМ. 16-10. Это мы видели сегодня. Халли с АВП делает минус. Банан поджимает. Халли по-прежнему агрессивно в центре. Вот и шьет ковры. Вот здесь слева, кстати, АВП стоит. Куда ушел Халли? Халли уже ушел на точку. Банан тоже отошел назад. Но здесь все равно работает. Это двойка. Сэйзит Муна. Они постоянно напрягают Банан. А испанцы, в принципе, я не знаю, почему они не пробуют их оттуда выкуривать. Вот сейчас уже в наглую начинают играть игроки ТАО. Они уже просто пошли сами. И тут их поймали. Вот я про это и говорил, что испанцам нужно этот Банан каждый раунд прогонять. И если они будут контролить Банан, то все у них будет получаться. 3-4 в меньшинстве команды ТАО. И игра превращается, по-моему, в какой-то долгий матч противостояния. Чуть позже мы с вами увидим, чем это все закончится. Халли смотрит выход на 5. Нет, тут, походу, никто выходить не будет. Чуть Хирос уходит на ковры. Прочекает их с 14-ю хиллсами. Так тоже чекать или великий. Сейчас стоял бы Кольт, сбрил бы сразу. Ну и пошел выход на Кио. Кио Кен, единственная оборона планта. Погибает первым. АВП прячется без хак. Его легко прошивает Юрко. Зашел Юрко, сделает минус 2. И это третий раунд для Экзистенс. Настает такой момент, когда могут закончиться деньги у ТАО. И начнутся сливы, начнется отдача. И так туда, чуть дальше гляди. Там 10-5, еще и... Ну, не 10-5, там 9-6. 8-7. И отыграют Экзистенс в эту сторону. Нет, не хотелось бы нам такого наблюдать. Надо ждать, конечно, каких-то действий команды ТАО. Ну, тяжело вообще Экзистенс команда именита. И я вообще не понимал такого начала. Почему они так легко, без боя, парни, на своей карте отдают игру. Ну, вот теперь уже, видите, они начинают брать. Начинают что-то набирать. И кажется, что будет бой все-таки в этом матче. Да, Эко. Можно с карты пока что посмотреть. Эко у команды ТАО. Ну и посмотрим, что они придумают так. Что это мне написали. Привет, Воти, передай. Привет тебе, Воти. Так, и вот смотрим. Гамми контролит банан. Снимает Мунера. Но тут Эко не получается. Ой, кого-то выкинуло. Надеюсь, нас кикать не начнет сейчас. Всех зрителей ЛТВ. Вот, все, зашел игрок команды. Или как это он так вернулся? Ну, в общем, появился у нас. Достающий пятый. Минус два от Эспан. Не, ну тут на Эко понятно ничего. Редко берутся Эко. Хотя на Эмферме такая карта здесь можно. Можно взять Эко. Но нужно что-то придумывать. Ну и, конечно, надо, чтобы соперники ошибались. Так, снова выкинуло кого-то. Да что ж такое? Снова четыре. Что за местика в матче, где игроки ТАО? Вот Сейз снова возвращается. Ну, надеюсь, что его выкидывать не будет. И он успеет вернуться в игру. А, вот мне тут еще отписали смайл. И уже целую историю не написал. Вистанц в группе Б, ССК, Фнатик и М5 на Дримхаке. Вот, спасибо тебе, смайл, мужище, дружище, мужище. Спасибо тебе громадное. Теперь мы понимаем, кто там где. Я просто тут последние дни постоянно слышу историю команды ДТС, которая не знает, как же им пробраться в Швецию-то за такое небольшое время. Потому что в Швецию довольно сложно сделать визу. И, ну, как-то пробиваются ДТСы на турнирах. Через биок будет проходить. Сначала они еще квалификацию будут проходить на группы. Ну что, небольшой размен. Снова был сбрит банан. На коврах сняли Кио. Три в четыре ТАО остаются в меньшинстве. Смотрим, пойдет ли на Б. Мусамбани ведет свою команду по ходу на Б. Хали уже здесь, Сейзет уже здесь. И я бы, конечно, не советовал испанцам всовать носу. Не в свои дела. На Б-плант получил минус Мусамбани от Хали. Хали с ОП хорошо играет. Смотрите, как быстрая перетяжка. Нужно за Воти смотреть. Ой, какие красные два испанца. 5 и 6 хп. Ну надо. Надо Воти сейчас взбивать обоих. И потом останется Сеокр. Вот минус один. Юрко попал. Извини, конечно, мужик. Но дал демиджу. 49. Сейчас Воти остался. Теперь три красных у команды Тао. Тоже опасная ситуация. Бомба стоит. Может, сейчас Сеокр зажжет. Ну, тут, конечно, решает количество девайсов. И вот минус от Сеокр. Ну, что ж такое. Тут уже даже не буду говорить, что решает. Здесь чисто ситуация 2 в 2. И мы видим человека в планте. Минус от Хироза. Минус Воти. И все. Последний Сейзет. 29 у него. Но он может дать два минуса. Сейчас убивает пески. Нет, не убивает он. Убивает эти пески. Сеокр один на один. Там на долю секунды остался. И просто зашил через ящик. Так, российского игрока. 6-5. Экзистенс. Сравнивают счет. И потихонечку к этому идут. Ну, ладно. Разберемся. Банан на респаун. Такой неплохой сейчас у Экзистенс. Может быть, и выйдут на банан. Может быть, рискнут. Сейчас увидим. Так, как хуже качество на стриме сделать. Ну, мне сейчас трудно сказать, как сделать хуже качество на стриме. Потому что вот тоже непонятная ситуация. Потому что у Вилата в стриме появился. HD кнопочка. В том стриме, где я. Почему-то кнопки сверху. Ну, может быть, надо, чтобы было больше 600 человек. Может быть, мы только там... Пока еще не просто, как обычные юзеры, там такого нет. Ладно, разберемся. Кстати, я смотрю стрим. У меня тут все довольно неплохо работает. Посыпались. Посыпались Тао. Это неприятная ситуация. И вот что нужно делать парням. Сейчас уйдут на сейв, конечно. Забрался из ТВП. Мунер где-то будет, наверное, прятать Фамос. Хотя он не так далеко. Он Коль подбирает. И уходит также на сейв. Но вот последние раунды по-любому нужно брать. Нужно хотя бы выиграть в сторону 9-6 Тао в защите. Иначе все будет проблематично. Испанцы выравнивают потихонечку игру. И, знаете, вот они могут и выровнять ее так окончательно. Там взять 16 раундов. Тут нельзя ни на доли секунды расслабляться команде Тао. Их убьют. Просто убьют. Оп. Еще сообщение от человека. Ну что, мне кажется, что вот сейчас настал момент, когда нужно что-то придумывать. Команде Тао. Они придумывают следующее. У них есть Кольт. АВП передали Хали. Ну, как-то, да, насобирали на девайсе. Один Дигл Укио. Я сейчас просто смотрю на оружие в руках игроков. И два Дигла. Ой-ой-ой-ой. Два Дигла. Опасно. Дигл Укио. Дигл Укио. По-моему, пойти 5А сыграть. Дым в начале Банана дали под Гамми. Гамми, кстати, пошел в дым. Вот делает минус Юрко на Банане. И сейчас за этим девайсом кто-то из Диглов должен пойти. Но. А может, и не пойдет. Но посмотрите, что происходит вот в этой части карты. Испанцы просто перемещаются на Банан. Как знаешь, там пусто. Но и Тао обратно троих присылают. Туда отправили два Дигла. Нет, один Дигл, один Фамас и АВП. Вот тут Хали нужно доставать его. Пушку! Доставай пушку, мужик! Доставай пушку! Дым при фаером пытается убить Кио. Кого-то забрал одного с под 90 уже. И ставится бомба. Но плюс один есть. Да, есть плюс один все-таки у команды Тао. Убили Кио. Сейчас это сделано у Самбани. И пошел выход. Пошел выход. Да, делает минус Хали. Хирос два минуса делает. Подождите. Минус от Мунера. И все. Нет, один в один. Ну же! Ну же, Хали! Нет, в Самбани с ящика под зажег. И 7-6 уже экзистенс вышли вперед. Вот это уже проблемы большие для команды Тао. У них вот после провального начала испанцев не получается ничего. И испанцы действительно сейчас очень неплохо стали атаковать. Но вот тут этот размен, кстати, можно было выиграть. Такую волевую закопку. С двумя деглами АВП и двумя Фамосами легко могли вытащить Тао. Но вы видели, что у Самбани и Хирос там зарешали. Не буду. Не буду. Был только что, ребят. Хотел сказать, не был. Нет. Был только что размен по одному игроку. И вот сейчас... Мне просто интересно, что будут делать испанцы. Вот как они играют в таких ситуациях. Вот выше прочекали. Сейчас Гами чекает мил. Сейчас там Хали его может сбрить. Нет. Перешли на Банан и Муннер выйдет на Банан. Ну, Муннер здесь дым. Сейчас посмотрите, как Муннера могут поймать. Как Муннера могут поймать сейчас на Б. Он один здесь. И халпа далеко. Уже испанцы под носом. Вот Хали как будто чувствует, срывается. Срывается быстренько. На всех парах на Б. Муннер в дым счет одного. И его разменивают очень быстро. Это делает Юрко с АВП Хали. Чекает дым. Да, вниз опускает прицел. Ну, уже зашли на точку. Три испанца. Бомб has been planted. Гами контролит Банан. Двое остаются в пленте. Юрко за третьим. Секр в тупике. И вот такую ситуацию нужно смотреть. Такую ситуацию нужно смотреть. Тупик пытается прошить Хали. Вот сейчас там. Да, там есть соперник. Но, кстати, нет, не попал. Или попал Секра. Я так и не понял. Минус от Гами. Он на Банане с АВП. На него сейчас выходит Кио. Минус от Кио. Два в два. Минус от Кио. И один остался Юрко. Но он краснючий. У него 100 АВП. А все вот были наши красные. Берут? Или не берут? Не берут. Не берут раунд Тао, к сожалению. Или берут? Берут, да. Я не понимаю вообще. Как это так? Я уже по звукам понимаю, что должен быть бах. Ну, вообще классно, конечно, вытащил Кио этот раунд. Но я понимаю, что это проблема. И таймер сбивается из-за этих прыжков на ХЛТВ, которых я просто не ненавижу их. 7-7. Ну, очень нужный был раунд. Потому что иначе это все закончилось бы 9-6. На последний раунд была бы просто выливая закупка Деглов. И легко бы Экзистенс отстреляли Тао. И 9-6, конечно, счет защиты не идеальный. Далеко не идеальный. Вот сейчас сплит на будет очень быстро. Смотри, сейчас, наверное, очень фастом сыграют. Очень агрессивные испанцы. Кио шьет центр. Минус от Гамми. Вот просто выходил АВП и чекал Амидл. Кио разменял одного. Сейчас не умер. Ушел. 19 хп. Живой. Ну что, может быть и вытащат? Нет. Секр догоняет Кио. Взлетает в дом. 3 и в 3. Ну, а есть один Хирос красный. У него 4 хп. И уходит на Б. Уходит на Б. Хирос с 4 хп. Что? Неужели он... Нет, он не остается на ребрах. Он также улетает на Б-плант. Мунер тоже по таймингу перетягивается сейчас на Б. Но у нас в планте есть один игрок. Это Сейзет. И он просто стоит на отца. Просто отец. Хорошая позиция. Для пистолетного раунда. Минус от Сейзет. Минус от Юрко. Быстренький размен. Два красных испанца. Такой раунд могут тащить парни. Главное, Мунеру сейчас хп не получить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Получила. 4 хп. Хилсо у Ахирос. Ну все. А так было бы... О, еще и Халис с АВП. Ну как же ж так. Как же ж так-то, Тао. Ребята. Меняется девайс. Берется Фамос. Прицел вниз. Флешки. Отвернулся. Банан никого. Забирает 4 хилсо. Видит и второго. Юрко берет раунда. Как же ж так. 8-7. Испанцы выигрывают в атаке. И нас ожидает непростая вторая половина. По-любому. Тут теперь Тао нужно рвать, метать в атаке. Хотя можно. Это же инферно. Здесь надо играть в атаке хорошо. И надо уметь это делать. Нужно немножечко пошевелить головой. Разобрать там нужные тактики. Посмотреть как играет абсолютно весь топ. Ну и конечно надо знать как действует соперник. Вообще инферно очень приятная карта как для меня. Ох. Я смотрю. У меня здесь просто начали спамить очень плотно. Таффа добавь. А, не могу мужик. Прости. Кого еще? Автомеханик. Кто-то там флудит. Надо кого-то забанить. Но об этом попозже. После пистолетки. Гами на банане. Ковры. Ковры. Будет встреча. Хаи от Хиро. Ух. Нет. Никого не покоцало. Тао тоже успели отбежать. Два фрага прошло сейчас неплохих от испанцев. Гами сейчас на бан... От Тао. Извините. Сейчас Гами надо сбрить. Гами ставит один хэдшот. Ну за ним. За ним. За ним. Ушел. Ушел Мишка Гами. Мунер сейчас там должен Хиро заубить. Есть минус от Мунера. Есть минус еще. Ну и что? Сейчас 8-8. Сравняют счет Тао. Минус последний. И... И все четко. 8-8. Хорошо. Без планта все было. То есть скорее всего мы сейчас понаблюдаем... Ну вряд ли будет два эка. Хотя почему бы и нет. Так. Верните мне бинт спейс. Что ж это такое? Присылают счета Украины-Англия 0-0. Отлично. Все, конечно, хорошо. Все, ребят, я вернулся. Мы отсмотрели эко. Что ж такое? Вот уже отсмотрели эко испанцев. Тао выходит вперед. 9-8. Ну и... Давайте посмотрим, что сейчас будет. Я немного не понял вот такие вот калаши только, что... Ага, все, все. Теперь понимаю окончательно. Успели разобрать. И Тао могут сейчас взять раунд. Да, но тут второй эко от испанской команды по-любому. Говорит, взяли гранаты, дымы. Посмотрите, сейчас будет врыв. Ой-ой-ой, Хаев, домик пошли. А там никого. Мунер успел на банан пробежать. Мунер с банана до часа зарешать. Минус 2. Вот и помог. Сняли кио. Мунер еще жив на банане. Он с 6 хп вылетает на мидл. Кому-то поставил хэдшот в дым. Невероятный хэдшот. Причем я никого там не видел, чтобы там кто-то был из соперников. Но Мунер зато видел. Может быть слышал по звуку. Классно стрельнул. И Мусамбани один. Ну как-то вот, знаете, поджим в центр. Вот никто с банана не пошел. Если бы кто-то был с банана, они бы там замочили бы Мунера, подобрали девайсы, все было бы по-другому. Вот 5 мидл тоже чересчур по-берсерковски сыграли. Ну что, Мусамбани наконец-то его убивает. Друзья, иногда пропадает звук, извините. У меня просто сегодня какой-то день, что все решили мне отписать во время стрима. Так, верни плюс кд в начале раундов. Да, я могу и руками, ручную показывать. Оно вроде и было. Просто из этих лагов ЛТВ оно не всегда срабатывает. Ну что, вот и первый раунд, который нас интересует, ребята. Это первое оружие на второй половине, где ребятам и стало. Нужно творить чудеса. Не то, что творить чудеса, просто тащить, тащить его. И выходить. И еще больше, вперед, по счету. Подсадка в дом. Вот, по-моему, все-таки Тао знает, что делать. Нужно в атаке сейчас против команды из Испании. Но проверим, проверим на оружие. Проверим, как будет работать Гамми со своим АВП. Видели на трене, что сегодня снайперы команды Экзистенс не в ударе. И, может быть, все получится. Смотрите, как стоит у нас Сеокар. Флэш получил, слепой. Не ушел. 13 хп. Убили. Легко сбривают сейчас Сеокар. Моментальная флэшка. И пошел выход с первым фрагом в плэнте. Ну, минус. Нет. Минус от Хали Юрко. Юрко нужно сбрить. Он в плэнте еще остался. Тут же Мусамбани. Юрко второго убивает. Третьего. Какой жесткий-то Юрко здесь. Он просто здесь окопался. И там Мусамбани, который все это время не показывался. Ситуация 1-2. Если завтыкают за Мусамбани, то это будет провал. Он в плэнте. Про него даже, наверное, не знают, что он там. Вот сейчас, конечно, Хали понимает, что тут есть в враге великолепно выбранная позиция. Хороший хэдшот от Хали. И это 11-8. Да, вот для помогительным просьбам, коды и соотношения фрагов вот я вам сейчас и показываю. Дай мне, пожалуйста, свой стим, только не пойми меня. Ну, что такое? Ну, не дам. Напиши мне на почту. Там всегда отвечу. Зачем тебе? Зачем вам стим-тафы вообще? Убейте его. Эко-испанцев. Ребята, эко-испанцев. Все так, знаете, вроде превращается в такую очень легкую игру для команды Тао. Кто же знал, что так испанцы-то защищаются? Я смотрю, и Тао так атакуют, соответственно. Потому что, ну, не знаю. Казалось мне, что игра будет в атаке для Тао намного сложнее. А сейчас парни пока что 5-0. 5-0 было и в первой половине Тао выигрывали. Поэтому снова подождем. Но пару ключевых моментов, пару ключевых сейчас раундов выиграть. А если можно просто все подряд выигрывать Тао, и тогда все у них будет хорошо. Антоша, пиши на почту. И будет тебе счастье. Посмотрим пока что за врывом от команды Тао. Довольно неудачный он получился. Ой, от врывом от команды Экзистенс. Да. Ну что, Банан, смотрите, поджимает как агрессивно. Юрко на коврах минусует мудро. Как-то зажали, зажали парней. Надо вот Банан прогнать. Теперь просто они не знают, вышел ли Банан в темку. Сейчас будут искать вот Сейзет. Пошел вот через... А, нет, даже... А что, вот здесь игроков не может быть? Но увидели, что Джена Банана выходил. Ну вот, да, пошел чекать. Хотя очень опасно. Спиной становился. Вот и минус Мусамбани. Мусамбани чекал мидл. Увидел план сейчас Войте. Войте вернулся. Но пойдет снова на ковры. Показал, что ушел назад. Непонятно. Парней есть с Гами. Минус Юрко. Парней есть с Гами, который контролит Банан. И поэтому этот развод с Плантом, как бы он был излишним. Но все идеально для Тао. Посмотрите, заходит на точку. Один Хиро стоит в ребрах. Кого-то ждет здесь. Ну а здесь никого нет. Он уже услышал двоих как минимум в Планте. Там ребята топчутся очень активно. И уходит на сейв. Уже, да, пошла серьезная игра. 13-8 для Тао. Счет в матче. Три раунда остается до победы. Ну что, можно? Можно сейчас зарабатывать три очка. И очень важные, я бы сказал, очка. Минус от Гами. Снимает он Цезида. Но это на Б. Уже есть инфа у Тао, что сейв. АВП как минимум на Б. Поэтому все будет четко. Ну что, все. Взрывается бомба. Последнего, к сожалению, не выбили. Но одну пушку забрали. И это было АВП. Что немаловажно. Так, смотрим на карты. Смотрим на девайсы испанской команды. Есть деньги. Ну, уже шесть раундов подряд проигрывают. Тут, конечно, уже грех не закупаться в каждом раунде. С одним сейвом добавок. Нет, тут, конечно, будут девайсы. И нужно еще один раунд ломать команде Тао. Соперников Гами выходит на банан. А не с АВП или Гами сейчас чекал. Нет, по-моему, тут не было у Гами АВП. Сейчас проверим. Да, здесь Кольт, как его подловили. И вообще тупо так умер Гами. И сейчас Кирос выходит под эту флеш. И его тоже поймают. Он тут зря так менжуется на точке. Флеш через верх уходит за три. Халли не идет. Халли не идет никуда. Стоят на месте сейчас Тао. Там слезет, контролит мидл. Кио перетягивается обратно в ноль. Мунер сейчас фейкует. Мунер пошел на фейк. Зашел в ды. Мунер его легко там минусует. Зачем? А, хотел классно сыграть. Но хитро сыграть хотел парень. Но чересчур висковано. Что, смотрим за херезом. Смотрим, что у него здесь происходит. Ребята, так, пошел врыв. Дым. Два дыма дают Тао. И, оп, первый. Ну, вот тут должны убить уже на этом моменте. Что ж так долго? Дваиху забирают за собой этот парень. И что? Сейзет еще дал минус два. Это очень хорошо. В распе еще сёкры поймал. Ну, так можно играть. Два в два с поставленной бомбой. Нет, ну, тут все понятно. Делают подсадку. Нет, не надо здесь. Говорит, делать подсадку. Говорит, Халли. Иди сюда, Сейзет. Санеж в лоб. Тут тебя ждать не будут. Ну, а я сам смещусь. Так, смотрим. Слепой был Сейзет. Ему дали флеш. Он не успел отвернуться. Но он дал хорошо дэмэджа. Юрко 21. По самбайне сотый. Халли, конечно, стоит вот. Ну, уже. Ах, не дал минус. Диффузит. Ну, ладно, один раунд им можно отдать. Хотя, наверное, не нужно было. Но все-таки... Да, взяли свой раунд испанцы. Ничего, три раунда, я думаю, Таос могут все-таки взять. Играю в атаки. Сейчас поставили бомбу. Там деньги должны быть. Поэтому все хорошо. Наверное, будет. Сейчас проверю. Тафф, а ты на ноуте работаешь? Нет, на ноуте сейчас не работаю. Что еще? Так, я слышал, что мне писал ЕГЭ. А вот по составу... Не, ну, стрим, понятное дело, что лагает. Это, конечно, ребят, завтра все будет хорошо. Не переживать. Просто постоянно какие-то появляются новые люди, которые, так знаете... Ребята, аж стрим же подлагивает иногда. Ну, не всегда подлагивает. Не у всех. Но такое бывает. Завтра будет он 3D. Завтра все будет идеально. Поэтому, ребят, завтра серьезные игры. Там просто Фнатик, МТВ, Керченет. Там дикие зарубы. И завтра мы уже отладим наши каналы. И там все будет отлично. Ну, смотрим за продолжением. Сейчас выходит мидлтаут. Здесь 4 игрока во пленте. Нужно за Юрко посмотреть. Он пятерку принимал. А, он на Соколе даже. Ого! 4 в пленте плюс Сокол. А здесь вообще идеальный расклад. Закрыли дымом. Запустили Хали. И тут будет очень серьезная ситуация. Хали пос... Нет, Хали слепой. Его не запустили в 5. И он не знает, что там по-прежнему Сокол сидит. Вот и минус от Юрко. Этого сработал Сокол. Смотрим. Ну, выход на одного Хироза тоже, конечно, хорошо. У него 51 кп. И его начинает аркадить. Он успевает отфлешить точку немного. Но и Ватя его должен... Ватя был слепой. Хироз держится. 3 в 5 ситуация. Надо сбривать. Да, есть 4 в 3. Можно тащить. А вот сейчас Гамми в дым нашел. Кио и Муннер в 2 в 4. Минус от Кио. 2 в 3. Сейчас Муннер может сбрить игрока с Респаун. Слышит. Двоих в ряд. Хорош какой Локий Муннер. Как просто дал по башке одному второму. И еще Кио принимает банан. 2 в 4. Вот это то, что нужно. 14 в 9. Мордобой продолжается от команды Тао. Испанцам тяжело. Тяжело. Ну, что ж такое-то, Юрко и команда. Что вы будете делать-то сейчас? Ну, испанцы все-таки по опыту команда очень опытная. Но я по-прежнему, знаете, в шоке и недопонимании. Вот что же там парни такого не делают, что они вот не выходят в топ. Ну, большой опыт. Посмотрите, что на предпоследний раунд у испанцев. У них диглы. У них диглы. Прыгает ХЛТВ. Уже бомба стоит. 3 на 3 ситуация. Ну, и тут Халли должен вытягивать ее. По-любому. Минус на банане. Хорошо. Юрко и Сёк расстаются вдвоем. Ну, и в принципе все. 15 в 9. Будет 6 матч-поинтов. Команда Тао. Ну, будет, ну, не знаю. Если не взять этот раунд, то это провал. Надо ребятам тащить. Надо брать 3 очка. Очень нужна для Тао сейчас вот эта победа. Ну, конечно, испанцы сейчас все равно смогут взять реванш в втором матче. Его тоже не стоит забывать. И нужно сыграть. Будет испанцам лучше, чем в этом матче. Хотя бы на один раунд. Чтобы по личной встрече иметь преимущество. Но они будут это стараться делать. Другое дело, что Тао вообще в группе. Для меня эта команда загадка просто. Так сдают сейчас парни. И без хека у них все получается и идет игра. Тао мы тебя любим. Спасибо. Дэвил, тебе тоже привет. Ну что, смотрим банан. Смотрим банан. Ой, как все. Ну, какие молодцы. Они, по-моему, уже читают тайминг испанцев. Что там четвертый просто вот уходит. И вот это время... Знаете, раньше-то команды ДТС считали, когда уходил от группы АСБ. Оставался тут, по-моему, один ангел. Тем не менее, Хироса умудряется раздать. Снова 3 в 4. Вот и сейчас умрет. Мунер прикрыл. Хорошо. Сложного гами законтролил. 3 в 3. Ну вот теперь нужно брать. Вот и так стоять 16 холсами. Нужно быть маньяком настоящим. Вот честно. Сюда и гранаты всегда летят. И простреливают эти три ящика. Минус от Сиокра. И все в руках Мунера. Мунер убивает. Мунер сейчас убьет и Мусамбани. Кстати, здесь скорее всего. Да, ведь Мунер он просто порабощает. И остался один Сиокр. И вот снова поработил Мунер. Победа Тао. Великолепная игра от Мунера в атаке. 15-3 статистика. И просто без шансов, наверное, можно сказать, выиграна вторая половина и отличная игра. Плюс 3 очка для Тао. Вообще в этой группе все будет весело. Здесь у нас есть TCM Gaming, которые уже имеют 3 очка. Они обыграли испанцев. Но здесь есть и Тао, которые тоже обыграли испанцев. И в этой группе самое веселое в том, что здесь находится команда Virtus.pro четвертой. И ВП еще ни одной игры не играла. Возможно, на днях будет стартовать свой матч против Тао, TCM и Existence. Еще, возможно, там будут какие-то изменения в составе. Потому что что там у Virtus.pro после Asus до сих пор секрет. А после этого еще и в СССР распались. И как бы там игроки лишние появились. Но как бы что-то мутится, я уверен, сейчас в российском КСе однозначно. И нужно ждать просто в ближайших матчах Intel Challenge. Так, друзья, пока Disconnect. Небольшой анонс завтрашних матчей. И на сегодня у нас стрим закончен. На сегодня мы отмучились. Завтра будет без лагодромища. Поэтому держитесь. Итак, завтра на Кибералене правый блок. Тоже есть наглана. Вы там тоже можете прочитать. Кирчнет Лайонс 7 по Киеву, 8 по Москве. Ну и так далее. Фнатик МТВ 8 по Киеву, 9 по Москве. Кирчнет Фнатик в 9 по Киеву, 10 по Москве. Лайонс МТВ. Последняя игра вечера в 10 по Киеву, в 11 по Москве. Четыре невероятных мордобоя, мегафайтов. Все это будет. Поэтому советую вам завтра посмотреть все-таки эти эпические матчи. И зайти на наш стрим Киберарена ТВ. С вами был Тафа, друзья. Ну, видите, поборолись, отмучились мы два дня с лагами. Завтра уже нам обещают, что все будет хорошо. Я уже, наверное, соответственно могу это вам пообещать. Вам удачного вечера. Спокойной ночи. Играйте и выигрывайте вместе с Киберареной ТВ. С вами был Тафа. И сайт, портал, социальности для геймера Киберарена ТВ. Ну и клубки в Киберспортарена также. Не забывайте. Киберарена ТВ Киберарена ТВ Киберарена ТВ Киберарена ТВ Смотри, что вытворяет. Вот это жоп! Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это пять! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно.